Здравствуйте! Вы смотрите новости экономики. С вами Ренат Бакиров. Сегодня в выпуске. В чем выгода новых народных облигаций от государства? Что получат уволенные сотрудники Интехбанка? Куда туристы из Казани предпочитают путешествовать по воде? Стартовали продажи так называемых народных облигаций. В Татарстане их можно купить в отделениях Сбербанка и ВТБ-24. Объем выпуска составит 15 миллиардов рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 тысяча рублей. Размещение первых облигаций федерального займа закончится 25 октября. Ставка по первому купону составит 7,5% годовых, а, например, по шестому уже 10,5%. Каждый желающий приобрести облигации федерального займа может купить от 30 до 15 тысяч штук. Как считают в федеральном Минфине, целевой аудиторией для новых ОФЗ станут люди с достатком ниже среднего, не владеющие глубокими знаниями и пониманием работы финансового рынка. Чиновники надеются, что россияне будут покупать облигации на средства, не лежащие на банковских депозитах – так называемые деньги из-под подушек. В ближайшие два года Минфин рассчитывает ежегодно привлекать по триллиону рублей за счет государственных ценных бумаг. Эксперты в целом положительно оценивают инициативу российских властей. Хотя и отмечают, что население в целом с недоверием относится к подобным продуктам. На мой взгляд, данная облигация федерального займа является инструментом, представляющим собой хорошую альтернативу банковскому вкладу, и дающий доходность чуть выше, чем депозитов в крупном банке. При этом риски данной облигации существенно ниже, чем в банке, даже с учетом страхования вкладов, что является для подобного инструмента существенным плюсом. Срок обращения облигаций составляет три года. В отличие от тенденции банковских вкладок к понижению в средней церкви перспективе, купонный доход по данной облигации будет расти в течение времени, сможет превысить банковские депозиты в благосточном плане. Однако пока остаются вопросы по распространению данного инструмента среди населения, а также консервативам наших граждан, которые могут с недоверием отнестись к данному новому для них продукту. Уволенным сотрудникам Интехбанка выплатят около 100 миллионов рублей. Об этом говорится в смете расходов на проведение конкурсного производства в организации. Согласно документу, увольняемым сотрудникам выплатят оставшуюся зарплату и компенсации за неиспользованный отпуск и выходные. При этом сумма сметы превысила 150 миллионов. Она включила в себя также расходы на содержание и охрану зданий и транспорта, траты на аренду помещений для хранения имущества Интехбанка, расходы на бухгалтерское сопровождение. Ранее, напомним, Республиканская Минтруда сообщала, что в совокупности в трех банкротящихся банках республики Татфунбанки, Интехбанки и Анкорбанки уволят в сумме около 2000 сотрудников. Казань вошла в число лидеров среди российских городов для круизного туризма. Самые популярные речные направления из столицы Татарстана – это круизы по Волге, в Нижний Новгород, Самару, Саратов, Волгоград, а также в Болгары и Тетюши. Десятки городов, популярных для такого туризма уже в России, есть Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Кроме того, Казань, Петрозаводск, Самара, Саратов, Волгоград, Астрахань и Ульяновск. По данным агентства Турстат, количество путешествующих по рекам в этом году вырастет на 20% до 600 тысяч человек. Речные и морские круизы в нашей стране интересуют более 100 тысяч человек в месяц. Наибольшей популярностью в России пользуются туры на выходные продолжительностью 3 дня и круизы на 7 дней. Речный круиз обойдется в среднем от 2,5 до 5 тысяч рублей в день в зависимости от проживания и питания. Это были новости экономики. До встречи.